Болею я за всех ребят и переживаю. Почему? Потому что действительно это наши воспитанники. Ну и вы сами видите отношение района к развитию спорта. На протяжении порядка более 10 лет мы являемся призерами на всех первенствах Оренбургской области. Это и в Золотом Коусе, и в Снежинке. За ребят мы, безусловно, переживаем и болеем. И за хоккей, и за фигурное катание, и за гиревой спорт. То есть за всех. Это Ледовый дворец. Старшая группа отделения хоккей-шайбы. Здесь 15 человек занимается. Срабатывают выход. Один в один. В 2007 год они ездили на Золотую шайбу. В области первое место заняли. Российскую. Ну а в области так, ну второе, первое место, когда третье занимают. По-всяк тому. Первый раз я попал на лед из-за того, что посмотрел фильм «Легенда номер 17». Вдохновился очень сильно этим фильмом и попросил родителей отдать меня на лед. Они меня отдали, и вот после того, как я в 4 года пришел на хоккей, уже 11 лет занимаюсь. Я каждый день прихожу, даже если дополнительные элементы, что уже даются на выносливость больше, потому что часто много ускорений, бег, остановки. Это все очень затрудняет выносливость. Ледовый дворец «Олимп» построен в 2007 году. Разные возраста задействованы, и уже есть свои призеры, такая хоккейная команда, как «Коршуны». Они у нас участвовали в первенстве, в чемпионате в городе Сочи. Неоднократно выезжали за пределы Оренбургской области. Безусловно, с «Золотой шайбой» принимают самое активное участие. И плюс в Ледовый дворец у нас посещают фигурное катание, хорошо занято фигурным катанием. В порядке 30 человек у нас на отделении фигурного катания занимаются ребята. Сейчас мы находимся на одном из объектов, которые принадлежат спортивной школе Тюльганской. Это наш плавательный бассейн. Отрадно, что плавательный бассейн у нас в данный момент сейчас и действует. И сейчас мы видим, что дети довольно-таки пользуются спросом плавания. Видим сейчас тренировочный процесс, проходящий в одном из отделений. Это «Русская лапта», где тренер под руководством еще одного из тренеров, инструкторов по плаванию, проводит занятия по плаванию. Отрадно сказать, что такие тренировки по плаванию, они вносят очень большую коррективу, физическую подготовку. И бассейн, я еще раз повторюсь и скажу, что пользуется довольно-таки большим спросом у наших воспитателей. Сегодня очень много ребят у нас, вообще в целом по району очень много до 100 учеников. Результаты у нас областного, всероссийского уровня очень хорошие для нашего района, стабильные. Есть призеры всероссийских турниров, привозка федерального округа. Ездили на первенство России, участвовали. Есть кандидаты в мастера спорта. Мы довольны результатами. У нас есть ребята более взрослые, уже выпускники тоже, но они до сих пор нам помогают. Они участвуют на соревнованиях, приходят, показывают мастер-классы. И как молодые специалисты, студенты. Садыков Роман, Горбунов Роман, кандидаты в мастера спорта, отличники. Сегодня примерно 7 на 8 играет. 15 человек. То есть нагрузки одна девочка у нас сегодня пришла. Не ступите. Здесь, можно так сказать, то, что идет больше нагрузка на физические упражнения, то есть больше идет выносливость. По сравнению с залом, то, что там идет больше техническое упражнение, а здесь больше на выносливость. Если кто-то корявенький в зале, здесь он будет смотреться лучше. Ну, мы находимся на футбольной площадке, мини-футбольной площадке. Мини-площадка была видна в эксплуатации в 2021 году по федеральной программе, как я ранее говорил. Чем хорош этот объект, что этот объект можно использовать весной или осенью, когда невозможно детям, футболистам заниматься на нашем большом футбольном поле на восходе. Чульган всегда славился зимним футболом, потому что свежий воздух, чистота, снег, скажем так, показывает дети свое мастерство. И тем более проведение тренировок на снегу, здесь, скажем, дети выкладываются уже полностью по всей своей программе. То есть снег, физическая нагрузка, свежий воздух, они дают о себе знать. При поддержке правительства Оренбургской области обустраивается спортивный, областной спортивный объект Олимпийцы. В селе отошла на 200 посещений, то есть там строится физкультурно-оздоровительный комплекс, плюс, безусловно, спортивные площадки, футбольные площадки, летние, волейбольные, универсальный под теннис, под мини-футбол. То есть будет такой универсальный объект на всю Оренбургскую область. Продолжение следует...